Здравствуйте, уважаемые зрители, видеоканала Планета Дзюдо. Я Роман Карасьев и сегодня гость Владимир Драчков. Здравствуйте. Добрый вечер. Дзюдо это просто или это сложно? И просто, и сложно. Сложно себя заставить, когда тяжело, но якобы тяжело. А просто, просто сделать просто. И ничего сложного нет. Вообще, что для вас честь и совесть? Вот честь и совесть, знаете, как один уважаемый человек сказал, порядочность не подразумевает героизм, а порядочность подразумевает не участвовать в подлости. Вот это, наверное, честь и совесть. Спортсмен не равно чести и совести? Ну, есть такое выражение, честная игра. Спортсмены играют в честную игру. Изначально должен играть в честную игру. Победа любой ценой? Победа любой ценой не должна быть. Так же, как в 1984 году, есть же фильм про Олимпийские игры, когда в финал вышел Рошван и Емасито, да, и знаю, что Емасито травмирован, он изначально уже не атаковал на ту ногу. Хотя мог это сделать. Но он же этого не сделал. Он проиграл, мог бы выиграть, но тем не менее. Это честная игра с его стороны, но это честная игра с его стороны. В вашей спортивной карьере бывали такие ситуации? Нет. Ну, как в Тунине. Когда вы поняли, что, допустим, у вас есть талант в спортивной? Я не понимал, мне просто это нравилось, я делал. То, что я делал, как я уже говорил, мне нравилось. Мы же все творцы, вот как в том фильме сказал, человек тоже. Мы все творцы, и мы все творим. Действительно, нам нравится, мы это делаем. А конечный результат – это как раз побочный продукт того, чего мы делаем. Это материальные какие-то блага, разносированные. В нашем направлении это не да. Вот и не да. Ну, прежде всего, чтобы это нравилось. Ты делаешь это того, что тебе это нравится. Тебе это нравится, у тебя это получается. Естественно, ты даешь свои плоды, и от этого уже, естественно, идешь, двигаешься вперед. То есть, получается, вот если тебе нравится что-либо делать, то в этом и есть твой талант. Мудрец сказал, мудрые такие слова. Если ты без этого не можешь жить, ты даже это будешь делать не за какие-то материальные блага, а от того, что тебе это нравится, то это твое. Деньги ты зарабатывать можешь в другом месте где-то. Не обязательно, если брать нашу сферу блюдо. Просто делаешь и делаешь, от того, что тебе это нравится. Просто тебе это нравится. Ну, значит, это... Люди говорят еще так, что цель, когда она достигается, она вообще должна быть уничтожена. Вот вы согласны с этим, что цель, достигнув которую, ее надо уничтожать или ее надо оставлять для себя. Ну, она как будет душу греть. Постоянно не жить с этим. Это, получается, прошлое. Многие живут с прошлого. Там, олимпийский, чемпион, или медалист, чемпион Европы, чемпион мира, или медалист мира. И он с этой живет вот, с этой... В этом моменте всегда здесь, сегодня и сейчас. Сделал, отпустил и пошел дальше. Это может быть, как греть душу и немножечко так подпитывать твои движения вперед. А так жить в моменте. Здесь, сегодня и сейчас. Где? Здесь. Когда? Сейчас. Момент. Вот и все. Вы доверяете... Вы доверяете людям? Ну, хватило, я не доверяю. Ну, а вам доверяют? Надеюсь. Ну, а вообще доверие, что это, вот, как бы, что это такое? Доверие? Я надеюсь, что все мы хорошие и все мы порядочные, как бы, как мы говорим. Нет ни плохого, ни хорошего. Нет ни плюсов, ни минусов. Есть человек, которому ты пытаешься, не пытаешься, доверяешь, скажем так, и так же с открытой душой и надеюсь, что рядом сидящий, рядом стоящий, рядом находящийся человек так же будет с открытой душой. А вот... Дзюдо помогло вам, ну, вот так вот, понимать мир? Или все-таки вы уже были рождены пониманием мира? Вот, вот, дзюдо может ли человека сделать доверчивым, смелым, честным, совестливым, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Или все-таки человек должен родиться уже с этим? Ну, душа приходит уже, наверное, наверное, так думаю, надеюсь, что приходит с каким-то багажом сюда и с какими-то навыками. Мы говорим, что каждый из нас, каждый из нас талантливый, однозначно. Если человек, душа пришла в этот мир, то уже с каким-то багажом и с какими-то навыками. То есть, она не бесталантлива, главное, найти себя и понять, где ты можешь быть полезен для Вселенной и служить людям. Поэтому это все про все эти моменты, естественно. То есть, получается, что это есть уже в нас? Ну, я думаю, что да, я думаю, что оно есть, и мы это развиваем. А джюдо как инструмент просто? А джюдо как инструмент, да. В данный момент, да, все равно джюдо, это же, не просто джюдо, то же самое, потому что мы смотрели еще про волейбол, командные виды спорта. То же самое, это знай веру, как мы уже говорили, во всем, чувствовать в плечо там друга или друзей, которые тебя могут вовремя поддержать. То есть, все эти моменты, вот как раз, знаете, как тоже здесь прочитал недавно, человек говорит, слушай, ну, есть родители, действительно, родители, которые тебе дали жить, а еще есть родители, которые уже встречаются вне дома и, естественно, в каком ты будешь коллективе, в какой ты будешь в команде находиться, ну, и таким она тебя и сделала. То есть, вот именно в том обществе. многие говорят, ну, вот такие ролики даже в интернете есть, что чтобы добиться какого-то успеха, надо пахать, 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 надо вот такое слово, знаете, и только тогда вы как, согласны с этим? не пахать, а трудиться надо, но трудиться тоже надо трудиться. Нужно и тренироваться, там, и сильно трудиться, так же, как трудишь, так же, и отдыхаешь. Но я не имею, я имею в виду отдыхать положительно, не говорю о каких-то временных привычках, потому что все время пахать, 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 если переводить на спорт, когда не в тренировочном процессе получаешь результат, который тебе нужен, а именно в отдыхе, то есть ты отренировался определенный период времени, даешь организму отдохнуть, это называется суперкомпенсация, то есть вот так же и в жизни, если постоянно пахать, 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 как мы говорим, по-жесткому, если голова будет постоянно напряжением, должно быть напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, когда постоянно напряжение, никакого творчества не будет, и никаких идей творческих тоже не будет, голова тоже должна отдыхать так же, как и мышцы, быть суперкомпенсацией, но на самом деле это вот, ну это так же и везде, на самом деле, так же, как и в искусстве, так же, как и в искусстве вот ребята здесь, Вот сейчас они НУР сняли здесь, у них огромная, на самом деле, работа была в НУРе, огромная работа вот здесь вот, и после этой работы, естественно, ребята все были отношены, общаясь со мной, и как бы, если бы, естественно, опять включиться в эту работу, никаких, это вот, люди искусства. Естественно, можно получить травму. Можно получить травму, да, у нас можно физическую травму получить, а у них не будет никакого творчества. Ну, в принципе, в тренировочной деятельности есть конкретный дзюдо, не только физическую получить, и психологическую травму, однозначно, однозначно. А вообще, как... Одна из причин, которая, ну, так сказать, может быть, одной из причин, которая прервала вашу спортивную карьеру, была травма, да? Вот как вы думаете, эта травма была с непониманием, как надо пахать? Ну, вполне возможно, надо было паузу сделать на тот момент, на тот момент надо было паузу сделать, но я, наверное, паузу не сделал, и это тренирует. Ну, а паузу, вы, знаете, вы все-таки, ну, спортсмен, да, у вас есть определенный, да, вы идете по сути. Есть наставник, да, тренер, да, все. В этом году вообще год наставника, учителя, тренера. Кто там не мог подсказать? Или вы настолько были, как говорится, углублены в пахоту, что не слышали, что надо дать паузу? Ну, вполне возможно, и так. То есть, сейчас вы так это думаете, что, наверное, вот все-таки, если бы вы притормозили, ну, если бы притормозил, да, то вполне возможно, опять, вполне возможно, этого, этой травмы могло и не быть. И не только, там, в моем случае, ну, и в случае таких же спортсменов. Надо знать, когда, что, чего, где остановиться, где. Спортсмен вообще должен совета просить у наставника? Обязательно. А наставник может? Здесь спортсмен не просит совета. Наставник может? Без просьбы. Так он, нато он и наставник, это же учитель. Если тренер, наставник и спортсмен, они идут вместе, растут вместе. Поэтому друг от друга никаких не должно быть секретов и обид, если тренер дает своему спортсмену, видя со стороны, что что-то не так, и дает какие-то советы, рекомендации, рекомендации даже так, скажем так. Ну, естественно, спортсмен должен, нужно спортсмену адекватно реагировать, и тем более, если адекватные советы, рекомендации. В одном из ваших интервью вы там сказали, что вот есть ли там терпение, трудолюбие и так далее, и тогда есть шанс достигнуть цели. Есть такой мультфильм, и там поется песня такая, есть шанс, он не получит, не аванс. Но вообще шанс достигнуть цели, вот если у вас была цель, и вы шанс этот использовали в полной мере, ну, шанс у меня был, шанс, но я думаю, что не в полной мере. А может быть несколько шансов по жизни? Может быть, вселенная дает. Ну, мы должны это услышать, увидеть и прислушиваться. Но иногда мы не видим, не прислушиваемся. А почему не видит человека, как вы думаете? Почему человек не видит, не слышит, не понимает? Ну, может быть, из-за своего маленького эго нашего какого-то. Может, еще из-за каких-то моментов таких. Ну, опять, это в основном наше эго срабатывает, что вот, я уже взрослый, я уже достиг каких-то определенных, определенного уровня, я уже какие-то моменты могу сам проходить, решать, еще что-то такое. Ну, вот, по таких моментам. Но это опять эго. Это опять эго. Поэтому... Делать хорошо... Делать хорошо или не делать вовсе, это тоже одни из ваших слов в интервью. Вы до сих пор придерживаетесь, даже будучи уже, как бы... Ну, когда спортсменом вы придерживались этого принципа, когда были тренером, и вообще повседневной жизнью вы так же придерживаетесь этого? Ну, стараюсь, стараюсь, прикладываю усилия. Ну, если делаешь, то надо делать. То есть, если ты... Понятно, плохо это или нехорошо, самое главное делать... ...на полную выплатку, ну, скажем, на все, что ты способен. Ну, опять-таки, наверное, вот в данный момент и в как-то, как вы говорили уже... В данное время. В данное время, да. Если ты взялся, то... Надо делать... С удовольствием. Да, с удовольствием. Делать и делать. Делаешь и делаешь, делаешь и делаешь, делаешь и делаешь. Как сейчас модно говорить, главное не залипать. Ты все и не обмораживаться. Если ты делаешь... С удовольствием, как мы говорим, творишь, как это получится, это уже другой вопрос. Но самое главное, что ты честен сам перед собой и что ты делаешь действительно все совестью и желанием. Спортсмен. Спортсмен, тренер. Сейчас в поиске? Нет, сейчас просто отдыхаю. Нравится? Нравится. Ну, а что тут... Большой промежуток времени отдали спору. Спортсмены, тренер. Что вы сейчас для себя открыли такое, что не дает вам возможности, ну, как-то там, ну, может быть, уйти не туда. Не заблудиться. Что, какие технологии вы используете в сегодняшнем отдыхе, да, как вы сказали? Ну, да. В творческом. В творческом отдыхе. В творческом отдыхе. Да, в творческом отдыхе. Есть ли технологии, какие вы используете в творческом отдыхе? Технологии. С утра хожу в Национальную библиотеку в Республике Татарстан. Пока мозги еще свежие. А вечером хожу или СВП, или УФП делаю, или на татане. Мы уже с вами говорили с ребятами в спарринге как спортсмен-спортсмен, не как тренер-спортсмен, а как спортсмен-спортсмен. Значит, эти технологии, как в старом было и времену, так в удовольствие, опять в удовольствие. В конце сентября празднуется Международный день дзюдо, так называемый. Чтобы вы могли какое-то напутствие, пожелание, наставление, все-таки, как-никак, вы к этой касте относитесь на старом. Что бы вы могли сказать молодым дзюдоистам, спортсменам, ну и своим товарищам по наставничеству, может быть так, и друзьям, кем. Ну, не друзьям, а ну-ка. Да, я могу просто сказать будьте творцами. Будьте творцами. Быть творцами, вот и все. Когда человек творит, естественно, не в спорте, так в чем-то другом это проявится. Просто творцом быть. Как говорят, истинное я. Истинное я. Мы же творцы. Поэтому творить надо то, что ты делаешь, чтобы это тебе понравилось. Это легко. Ну, я думаю, что это не сложно. Просто надо к этому прийти. Владимир, спасибо вам большое. Спасибо вам, что вы посмотрели, уважаемые зрители. И если у вас будут вопросы, пишите нам. Может быть, мы еще зададим Владимиру конкретный вопрос уже от вас. Спасибо. Все, благодарю вас. Спасибо.